Итак, наконец пришла пора разобраться с частью третьей темы 109.3. Тема предполагает решение проблем с сетью, но так как мы с вами практически никаких тетевых серверов еще не изучали, только на практическом плейлисте, то мы с вами просто посмотрим инструменты, которые используются для того, чтобы проверить состояние различных компонентов сети, выяснить, где у вас какая-то трудность и исправить это. То есть никаких серьезных реальных кейсов решать не будем. Я думаю, что для экзамена 102 это еще рано. А в практическом плейлисте мы начнем эти инструменты активно применять. LPI нам сразу предлагает те инструменты, которые мы должны с вами разобрать в этой части третьей, поэтому я сначала пробегусь с вами по слайду. Значит, первая утилитка это хост. Это аналог виндовсовской утилиты NS Lookup. Утилита предназначена для простых запросов к DNS серверу. Она шлет запрос DNS сервера напрямую, минуя все локальные конфигурации. То есть если у вас есть файлик etc.host, локальный он у вас обычно есть. Если у вас есть какие-нибудь name, сервис, свитчи и так далее, хост это все игнорирует и позволяет нам сразу работать с тем DNS сервером, который у нас указан. Утилита DIG делает все то же самое, только она еще просматривает всю дополнительную информацию, которая у нас есть при работе с DNS сервером. И выдает более подробный результат. Но мы сейчас это все в консоли посмотрим. Дальше у нас есть с вами утилита PING. Мы ее пользуем сейчас, она проверяет соединение в сетях TCP IP. И использует для этого специально протокол ICMP. Мы о протоколах говорили уже с вами. Нужно сказать то, что у нас еще LPI просит поговорить об утилите PING 6. То есть в конце просто добавляется цифра 6, которая позволяет делать все то же самое, только в сетях IP версии 6. Дальше у нас есть Traceroute и точно так же Traceroute 6. Эта программа Traceroute или Tracer в Windows, она еще может называться, позволяет нам отобразить маршрут до какого-либо узла. То есть мы с вами видим, через какие промежуточные маршрутизаторы идет пакет, когда мы обращаемся куда-то. Тоже помогает выяснить проблемы какие-то в сети, понять, локальные маршрутизаторы сбоят или у провайдера что-то, или конкретный узел, например, притормажив. Я в скобочку указал то, что нужны права суперпользователей, то есть чаще всего они нужны. Дело в том, что есть еще у нас фатилиты Trace Pass, которые точно так же показывают маршрут до указанного адреса, но работает она немножко по-другому. Trace Pass у нас использует готовые уже API, готовые сокеты, готовые библиотеки для вот этой вот отправки маршрута по маршрутных пакетам и выяснения маршрутов. TraceRoot использует сырые пакеты, голые пакеты, и поэтому чаще всего ему нужны права рута для того, чтобы вот так вот выяснять маршруты. Нужно сказать, что и Trace Pass, и TraceRoot, они отправляют пакеты, которые современные маршрутизаторы видят, и не дают им большого приоритета, чтобы не забивалась сеть вот таким вот мусорным трафиком, и очень часто вывод будет вам показывать то, что пакеты потеряны, то, что пакеты отброшены и так далее. Это не значит то, что проблемы с сетью чаще всего именно можете зато и отбрасывать пакеты TraceRoot и TracePass. Опять же, мы с вами учим только минимальный функционал, мы с вами не сетевые администраторы, просто знакомимся с этими утилитами. Опять же, у TracePass есть TracePass 6, точно так же для IP-версии 6, и TraceRoot есть TraceRoot 6 для IP-версии 6 протокола. И две мощные утилиты у нас под конец идут. Утилита Netstat. Она показывает огромное количество различной информации о сетях. По ней гигантский мануал, потому что она умеет много чего. Посмотрим основные такие сферы применения. И есть у нас еще NetCat. NetCat – это объединение двух, так скажем, утилит, но если можно так сказать, это Net и Cat. То есть Net – это работа сетью, Cat – это наш стандартный вывод в терминал. NetCat у нас умеет делать много чего, чаще всего используется как аналог Telnet – утилита, которая позволяет устанавливать с чем-то соединение. Опять же, применений огромное количество. Считается, что это прям универсальный инструмент сетевого администратора. Посмотрим сейчас в консоли два-три основных способа ее применения. И вот мы в нашей обычной десктоповой Ubuntu, еще раз подчеркиваю, что мы с вами никаких конкретных проблем сейчас не решаем, просто разбираемся с синтаксисом и способом использования указанных инструментов. Значит, нас также просят еще раз помнить о команде HostName, который показывает нам наше текущее имя, имя узла. Тоже часто пригождается, потому что если у вас возникают проблемы, то, может быть, у вас неправильно указано имя узла где-то. То есть у вас, может быть, используется для сервиса одно имя где-нибудь в настройках, другое имя, а HostName у вас третий. То есть рекомендуется проверять имя узла. Мы это с вами, по-моему, делали, когда сам бы настраивали. Дальше рассматриваем две утилиты. Хост, например, посмотрим запрос к сайту Яру и видим то, что утилита Хост нам вернула ответы. То, что у Яндекса у нас есть вот такие вот внешние IP-адреса, IP-версии 4. Вот такой вот IP-адрес версии 6 есть у Яндекса. И даже есть почта, для которой есть соответствующая запись MX Яндекс.ру. Мы с вами отдельно DNS-сервера еще не проходили. И думаю, доберемся не скоро. Но, тем не менее, вот вывод утилиты Хост. То же самое, если мы спросим при помощи утилиты DIG. Утилита DIG дам нам более развернутый ответ. Она нам выдаст стандартный ответ уже по стандартам DNS. Она нам скажет то, что для Яру у нас есть записи вида А. Вот они, и вот у нас есть IP-шники. В принципе, все то же самое нам ответил утилита DIG, только это уже более подробный вывод для тех, кто разбирается в сетях и понимает, что такое DNS в принципе. Так как мы с вами DNS еще не изучали, мы так далеко сюда с вами не забираемся. Далее. У нас есть утилита PING. И мы можем сказать PING Яру. В Windows у нас PING посылает по умолчанию 4 пакета. В Linux у нас PING шлет вот так вот пакеты без остановки, пока мы его, собственно, не остановим. И мы видим то, что вот у нас отправляются пакеты. Давайте я тормозну при помощи Ctrl-C. И говорят то, что да, у нас есть пакет. Мы посылаем запросы Яндексу, а Яндекс нам вот отвечает. Вот у нас по очереди раз, два, три запроса. Вот сколько у нас живет пакет. И вот как быстро нам Яндекс успевает отвечать на наши запросы. И в конце есть даже статистика. То, что 13 пакетов мы отправили, 13 получили, ничего не потеряли. Потратили на это столько-то времени. Часто очень провайдеры просят вас сделать вывод PING до какого-нибудь узла. Например, они скажут тот же самый PING Я.RU, только количество шагов, скажем, 100. И сразу делаем вывод этого PING. Давайте только не 100 сделаем, а 10, чтобы мы могли так долго не ждать. И скажем, я PING. Пусть сюда вот у нас отправляется, собственно, вывод. И сейчас у нас Яндекс пропингуется, будет 10 шагов. И этот PING попадет в этот указанный нами файл. В Windows нужно сказать то, что когда мы вот такую вот команду выполняем, там очень часто командная строка дает сбойную кодировку. То есть нужно еще в командной строке сначала настроить кодировку. И теперь мы смотрим наш сайт Я.ПING. И видим то, что вот в нем сохранилась информация, которую мы послали. Ничего особенного. Можно, конечно, попробовать сказать PING 6 Я.RU. Но у меня здесь обычный маршрутизатор, он у меня не умеет маршрутизировать IP версии 6 протокол. Поэтому, видите, он нам пишет то, что сеть недоступна. Теперь наши более интересные утилиты. Первый утилит это TraceRoot. TraceRoot утилита, которая нам показывает маршрут. Давайте до того же Яндекса попробуем маршрут проложим. Да, по умолчанию у нас почему-то TraceRoot уже давным-давно не устанавливается. А она работает намного лучше, чем этот долбанный TracePass. Ну, давайте поставим ее отдельно. TraceRoot. Отлично, она установилась. Делаем TraceRoot Яндекс.Рут. И вот он пытается пробросить маршрут до Яндекса. Первое, докуда у меня попадает маршрут, это мой реальный маршрутизатор. Мой эпловский Wi-Fi маршрутизатор. Здесь у нас есть три, вы видите, ответа для моего узла. По умолчанию у нас TraceRoot шлет на каждый узел по три пакета. Вот первый пакет у нас возвращается через столько-то, второй через столько-то, третий через столько-то. Затем следом у меня стоит, я так понимаю, какой-то маршрутизатор провайдера где-то в доме, и он мне ни на что не отвечает. Это тоже нормально, то что он игнорирует у нас эти шаги. Дальше у меня есть уже какой-то маршрутизатор NCNet.ru, я так подразумеваю моего провайдера, хотя у меня провайдер онлайн. Он мне отвечает, видите, уже через 7 миллисекунд. Следующий шаг у меня, опять же, уже более высокого уровня маршрутизатора моего провайдера с таким IP-шником. Вон он тоже ответил, в принципе, достойно. Дальше, дальше мы идем снова в мой провайдер, потом мы уже попадаем на маршрутизатор Яндекса. Причем каждый раз, вы видите, мы отправляем пакет, может, сначала отвечает такой маршрутизатор с таким тайм-аутом, потом отвечает такой маршрутизатор Яндекса с таким тайм-аутом. И третий раз мы снова попадаем на этот же самый маршрутизатор Яндекса, который отвечает мне вот с таким тайм-аутом. И дальше, дальше, вот так вот мы идем, пока не попадаем на наш Яндекс.ру. И вам не видите, на первый пакет прислал ответ сразу же, на второй пакет прислал ответ сразу же, на третий пакет не стал возвращать ответ. Точно так же вот здесь вот шаг 10, видите, первый пакет пропал, последний пакет пропал, средний пакет был отвечен Это как бы не страшно, это нормально, потому что я говорил, что пакеты, которые просылает TraceRoot, они в принципе отбрасываются маршрутизаторами Потому что у них низкий самый приоритет, это нереальные данные, а у нас сервера эти заточены в интернете маршрутизаторы на то, чтобы мы все-таки реальную нагрузку маршрутизировали То есть кто-то пользуется Яндексом и ему важнее это, чем наш вот этот вот бесполезный TraceRoot Теперь утилита TracePath, с утилитой TracePath все не так просто, я с ней замучился, честно говоря, я сейчас скажу ей, конечно, TracePath Тот же самый Яндекс.Ру, она шлет у нас несколько пакетов, после чего, она в принципе делает то же самое После чего у нее просто начинается no repli, no repli, no repli, и она делает по умолчанию 30 вот таких вот шагов, 30 хопсов, после чего говорит too many hops Если меня смотрят сетевые администраторы, может они мне подскажут Я искал, искал, не смог понять, почему у меня вот именно после, допустим, вот этого маршрутизатора больше не идут ответы Причем, видите, здесь ответы совершенно другие Если там у нас, давайте я нажму Ctrl-C, не буду ждаться до конца MTK-105, lag-91, MTK-105, lag-91, отвечал, видите, через 7 миллисекунд То здесь у меня отвечает аж через 17-18 Причем многие говорят то, что утилита Trace Pass бывает дает ответ, который отличается от Trace Route на порядок То есть, если в Trace Route это буквально 1,5 миллисекунд, в Trace Pass это будет несколько десятков миллисекунд Опять же, Trace Pass, как я и говорил, он использует готовый функционал, уже который есть у нас в Ubuntu, готовые API-шки Поэтому на него, в принципе, как бы, ну, не знаю, не рекомендуется опираться При этом, если мы попробуем до кого-нибудь поближе сделать Trace Pass, например, для моего провайдера Online.ru Не знаю, получится или нет Опять же, то же самое, он шлет Вот видите, до провайдера моего получилось мы попали То есть, мы вышли за пределы NC.net И здесь какие-то внутренние IP-адреса моего провайдера сказали то, что вот мы до сюда добрались Возможно, дальше здесь просто в интернете кто-то уже отбрасывает пакеты Trace Pass, когда они идут дальше куда-то к Яндексу Ну, вот не знаю, видите, тут дальше M10 у меня пакеты пошли на какие-то непонятные IP-адреса А здесь эти перестали Я вижу то, что у меня после M10 KR01 начинаются уже Яндексовские сервера То есть, Яндекс, видимо, у меня Trace Pass'овые вот эти вот запросы уже игнорируют А Online не игнорируют, например Можем попробовать что-нибудь другое за Trace Pass'ить Например, давайте Rambler попробуем, вряд ли они там так тоже защищались И видим то, что Rambler тоже уже докуда-то пакеты у нас дошли То есть, мы вышли за пределом его провайдера Encineta в какой-то RamTel Потом уже попали в Rambler.ru Но дальше пакеты тоже у нас стали уже теряться То есть, вот так вот будет 3 шагов Потом он скажет too many hops и все Обе эти утилиты у нас годятся именно для проверки связи И мы можем, смотря на вывод, сказать то, что если вот здесь вот где-то посередине начинается уже там несколько десятков или сот миллисекунд задержки Значит, у нас, скорее всего, вот эти вот узлы тормозят Если вначале у нас будет с вами несколько десятков миллисекунд, но смотря какие, конечно, у вас сети То, скорее всего, у вас проблемы с локальным ашутизатором Если последний узел начинает долго отвечать, то, скорее всего, перегружен конкретный последний сервер Вот такие стандартные выводы Ну и давайте посмотрим наши две бешеные утилиты, по которым особенно мы сейчас ничего делать не будем Значит, у нас есть NETSTAT NETSTAT это статистика сети NETSTAT Можно попробовать сказать NETSTAT выведем мне все TCP и UDP порты И он говорит, вот у вас есть такие-то открытые TCP порты TCP версии 6, вы видите И он пытается, вот здесь у нас, как обычно, колоночки немножко сдвинуты Это протокол TCP 6 Это у нас очередь отправки Это у нас очередь получения Локальные адреса, мы видим, это мой локальный адрес двоеточие порт То есть это источники у меня Foreign адрес это то, куда мы пытаемся попасть Тоже, опять же, видите, локальный хост Ну и state это одно из вариантов состояния Там несколько вариантов состояния Close wait это говорит о том, что сторона отключилась, но socket еще открыт Дело в том, что у нас здесь есть пакет Мы, помните, говорили с вами про IPP, интернет-принтинг протокол И Ubuntu, десктоповая, по умолчанию, зачем-то сама на себя вешает вот эти вот соединения для сервера CAPS, для принтера Ну, как бы это не очень страшно Давайте откроем, допустим, Firefox Сейчас у нас кто-нибудь начнет делать И снова я попробую netstat-tu И вижу то, что вот уже сколько сразу соединений пошло, пока у меня Firefox там грузит страницы Вот мой локальный адрес Вот по вот этому огромному количеству портов Я сразу начинаю пытаться соединяться с какими-то серверами в интернете Мы можем попробовать указать то же самое без уже вот этих вот шифрований Без имен, без конкретных переименований протокола Мы скоро можем сказать NTU Тогда у нас будет утилита работать быстрее Но при этом у нас будут все имена DNS заменены на IPшники И номера портов тоже будут цифровые То есть здесь, видите, он нам давал имя DNS и HTTPS Тут он нам везде дает 443 IPшники Один из вариантов netstat Далее мы можем сказать, еще добавить буквку P И тогда мы посмотрим PIDы, демоны Какие используют у нас какое соединение То есть добавилась вот еще одна колоночка, которая говорит PID Program Name И мы видим то, что у нас Firefox вот по этим всем портам висит То есть, опять же, нам эта утилита чаще всего нужна для каких-то готовых сетевых серверов Когда мы смотрим, какие есть соединения, каких нет соединений, что такое Много ли лишнего, не много лишнего и так далее Можем посмотреть здесь статистику по портам Это уже посложнее Вывод, netstat минус S Он нам здесь показывает соединения все по портам У нас есть по протоколу IP Вот столько-то пакетов получили Вот столько пакетов доставлено Вот столько пакетов было отправлено Вот столько пакетов дропнулось, когда выходило наружу Мы это уже скоро доберемся в практическом плейлисте для IPTables И будем понимать, о чем здесь речь идет Точно так же, видите, по ACMP, по нашему PING По протоколу TCP отдельно По протоколу UDP отдельно и так далее Вот здесь все это есть Вся эта статистика Также у netstat еще у нас есть возможность посмотреть таблицу маршрутизации Но в принципе это работает как команда root Все то же самое В какой сети нам не нужен маршрутизатор В какой сети нам маршрутизатор нужен И маршрут, собственно, по умолчанию выглядит у нас вот так Можно еще, конечно, сделать полный вывод команды netstat Но тогда она начинает нам показывать еще и локальные сокеты То есть вот я сделал вывод команды netstat Вот у нас сколько всего сразу же появилось Тут у нас идет речь о сокетах домена Unix Это отдельное такое понятие Мы его еще не проходили Это конечная точка обменами данных Это не сетевые потоки Это байтовые потоки Но поэтому их команда netstat и показывает Потому что это потоки То есть вот наши стандартные сетевые соединения Вот они TCP-шные, TCP-версии 6 А вот здесь вот внизу сокеты Сокеты и кто эти сокеты использует? Опять же, нам сейчас вот эта нижняя часть не нужна Просто если вы вдруг воспользуетесь командой netstat И у вас вывалится вот эта вот вся каша Не пугайтесь, это именно сокет Ссылку я вам на них дам Нас с вами интересуют нас сейчас только вот эти вот моменты Так, чищу экран И давайте последняя утилита, которая нам сегодня нужна Это утилита netcat Очень хорошая утилита Netcat, вот она Она умеет делать все, что угодно Используется в командной строге она сокращением То есть nc И при помощи нее можно сказать nc Допустим, ключ verbose очень полезный Минус в, говорит о том, что нужно больше Выводить, выдавать информацию в командную строку Попробуем зацепиться на мой сайт По порту 80 Как обычным интернет клиентам И она говорит то, что да, прекрасно Мы зацепились на 80-й порт Ко мне на сайт Утилита это хороша тем, что мы можем ее Например, взять и использовать в качестве сервера Можем сказать nc Возьми и начни Опять же, в голос принимать соединение По порту какому-нибудь Раз, два, три, четыре, пять, шесть И она говорит то, что да Я начинаю слушать соединение по порту Раз, два, три, четыре, пять, шесть И вы можете с другого компьютера сейчас Используя точно вот такой же В синтаксе сказать nc Подключись к моему вот этому Локальному айпшнику 10.01 Не помню сколько-то По порту вот этому Раз, два, три, четыре, пять, шесть И соединение будет установлено Более того, таким образом Через nc, через netcat Можно даже передавать файлы Я вам дам интересную ссылку Компьютеры могут даже Переговариваться через этот nc Кроме того, редкое использование nc У нее очень много, что через нее можно делать Это действительно очень крутой инструмент Он позволяет проверять работоспособность серверов Цепляться на открытые порты Отправлять какую-то информацию Следить за ответом Опять же, это уже продвинутое сетевое администрирование Нам на этом уровне этого знать не нужно Но, тем не менее, она еще умеет у нас прослушивать порты То есть, ее можно, в принципе, использовать Как банальный сканер портов Можем сказать nc Опять же, ключ verbal, чтобы она была болтливая Ключ минус n, чтобы не было лишних DNS запросов Ключ минус z Говорит о том, что ей нужно просто прослушивать демоны На удаленном узле Никаких данных не посылать Просто пытаться понять, открыт порт или нет Ключ минус v Говорит то, что тайм-аут у нас по умолчанию Будет одна секунда То есть, мы пытаемся сейчас прозвонить порты На удаленном узле Давайте попробуем Прозвоним как раз-таки Ну, мой маршрутизатор Можем прозвонить Только там все порты закрыты 10 0 1 А, нет, вот мой маршрутизатор И, скажем, просканирую порты С, не знаю, 50-го по 100-й, например И вот у нас вывод Connection везде refused Потому что у меня на маршрутизаторе все порты закрыты Кроме 53-го Вы видите На 53-й порт у меня соединение удалось Потому что по 53-му порту у меня работает DNS сервер И DNS запросы Мой маршрутизатор пробрасывает То есть, вот так вот мы можем еще и прозванивать порты И без кейса получилось очень большое занятие Даже его, наверное, нужно было побить на части Но это я много просто болтал Ознакомились мы с вами с основными утилитами Которые позволяют нам работать с сетями Проверять что-то, узнавать, посылать, просматривать На практике будем разбирать их плотно Для экзамена 102-го нам знания, которые мы получили сейчас, достаточно